Из-за самой масштабной за последние 30 лет засухи каждый день в Сомали могут погибать до 135 человек. К такому выводу пришли исследователи Всемирной организации здравоохранения и ЮНИСЕФ. Дело в том, что последние пять сезонов дождей в Эфиопии, Кении и Сомали были отмечены низким уровнем осадков. В результате урожай утерян, домашний скот гибнет, а голод усиливается, поскольку одна за другой засухи поражают африканский рог. Нехватка воды и пастбищ вынуждает многие семьи покидать свои дома и уезжать в города, а также порождает конфликты между общинами. В докладе ВОЗ также говорится, что экстремальные погодные условия, возможно, привели к 43 тысячам избыточных смертей в прошлом году по сравнению с засухой 2017 года. При этом дети в возрасте до пяти лет составляют половину жертв. «Мы бежим на перегонки со временем, чтобы предотвратить смерть и спасти жизни. Цена нашего бездействия будет означать, что дети, женщины и другие уязвимые люди будут платить своими жизнями, пока мы безнадежно, беспомощно становимся свидетелями разворачивающейся трагедии». Хотя порог голода еще не достигнут, Организация Объединенных Наций заявляет, что более половины населения Сомали в этом году будет нуждаться в гуманитарной помощи. «Я после курса понял, что я такой уже взрослый, я такой бизнесмен уже тут, и после этого я как-то ко всему более серьезно начал относиться». «Да, я стал самостоятельным». «Раньше я боялся в магазин ходить сам. Когда я прошел курс, начал ходить в магазины». «Я более стала продуктивной, более экономной. Я не просто даю деньги на ветер, а рассчитываю деньги и некоторые откладываю просто на всякий случай». «Мне понравилась больше всего встреча с людьми, которые уже достигли успеха». «Предприниматели, зарабатывающие от миллиона до миллиардов рублей, они общаются с детьми один на один, отвечают на их вопросы, и это помогает им доходить до конца». Финансовая грамотность для детей «Muslim Future». Подробности в описании к этому видео.